Световое шоу, виртуальный ведущий и ринг в центре огромного зрительного зала. В минувшие выходные жители Казани стали свидетелями уникального соревнования в рамках игр будущего. На их глазах профессиональные спортсмены доказали, что бои в виртуальном пространстве требуют серьезной подготовки и могут стать настоящим испытанием наравне с борьбой в реальной жизни. Мне безумно нравится, что картинка красивая. Что ты заходишь, да, это как-то там на коленочке быстро сделано, телескопические эти штуки опускаются, экраны. Все это очень классно сделано, ничего не глючит, быстро, оперативно все это поднимается. Классный октагон. То есть, если честно, есть такое слово, наверное, фраза, может, вместо не стыдно, понимаете, не стыдно. То есть бывает, часто приезжаешь, не буду называть мероприятие, думаешь, что мы тут делаем. Ну типа, ну опять то же самое, ну опять вот тут 25. А тут приехал, я вчера в восторге от мероприятия, сегодня еще больше в восторге. Вообще Казани удивляет. И действительно, вы единственный, наверное, один из немногих регионов, который действительно постоял за слова и сказал, что типа будет наше спортивное соревнование на реально мировом уровне. Формат проведения соревнования пришелся по душе не только любителям спорта, но и тем, кто вовсе в нем не разбирается. Сами организаторы подчеркивают, что это не просто турнир. Фиджитал игры – это шоу. Ведь неотъемлемой их частью является полное погружение в киберпространство. Я увидел историю у Петра Яна, что он приедет в Казань и будет проходить такое мероприятие. И мы с товарищем решили приобрести билеты и прийти. Он пригласил друг, сказал, классное мероприятие. Я доверился и пришел. Так я здесь и оказался. Не совсем это все для меня понятно. Вот, так как я как фанат киберспорта все-таки всегда буду топить за него, нежели за реальный спорт. Вот, а в целом, как бы для людей, которым это интересно, которые хотели бы себя попробовать и там, и там, как бы, по обе стороны, за экраном, и непосредственно внутри виртуального пространства, думаю, это будет очень интересно. И для тех людей, которые там участвуют, думаю, попробовать себя в чем-то новом – это всегда здорово. Победителями первого в истории чемпионата по фиджитал единоборствам стали участники из России – Анзор Абжамов и Хабиб Магомедов. Спортсменов наградили специальным трофеем «Фиджитал Флейм». Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова